Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Астрахани. Наша задача закупить ремонтное стадо в Стерляде. Повезем мы его в Саратове. Стерлядь мы будем брать на 2-3 стадии. На данный момент наш стерлядка, которую мы повезем в Саратов в поднятом состоянии. Так вот она выглядит. То есть вот вы видите, рама нам обеспечивает натянутую поверхность насадка. Это называется кормовым столом. 2,8 миллиметра ячейка дна и сантиметра два примерно ячейка у боковинок. То есть кормите рыбу, корм падает на дно, стерлядь его съедает. Все фекалии, которые копятся течением, постепенно смывают в сторону. Вот мой аппарат УЗИ Акувиста. Самка. Я буду считать. В основном попадает самка в 2-3 стадии. Самка. Самка. Дорогой аппарат у тебя? Икра. Зрелая самка. Аппарат этот стоит в районе 150. Отбираем на данный момент самцов. Так как это рыба дешевле в разе. Это самочка. В данный момент взвешиваем рыбу. На садках вот такое приспособление. 15,9. А, 16. Не, не касается. А, ну смотри, давай падай. Не, 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 она не касается. Угу. Есть. 16,9. Уже 305 заговорил. А что? Не, не, не. Все, вот решай. Прервались мы. Перестали делать ВЗИ. На данный момент подъехала машина живорыбная. Производится выгрузка товарной рыбы в садки с другого хозяйства перевозят сюда. Как здесь отстраивают новую линию. Туда таскают рыбу. В общем, я узнал, здесь 130 садков. 5 на 5 метров садки. Такая интересная конструкция Икарей. Бетонный блок. Вот вода поднимается по границу. Бетонный блок весь затапливает. То есть это рычаг. Он поднимается вот так вверх, вниз. То есть вся садковая линия поднимается, когда половодие. До верха мостка. Такой вот домик для рыбоводов на трубах на понтоне. Туда подведены вся провода. Установлены камеры вдоль всей линии. Освещение. Выход на берег. Длина здесь примерно метров, я так думаю, 250-300. Вот так выглядит настоящее садковое хозяйство, садковая линия. Больше 200 метров в длину. 130 садков. Через каждый пролет видеокамера стоит. Все просматривается. Дежурный отслеживает в домике, вот в этом, на мониторе движения, если какой-то появится на садках. Плюс у дежурных есть видеорегистраторы. То есть в течение ночи они обязаны пройти несколько раз посадковые линии. И в дальнейшем, когда приезжает руководитель, он отслеживает, спал ли ночью дежурный, либо выполнял свою работу. Машина пришла из Астарпани в Саратов. В пути сутки по 100 с лишним килограмм в каждой емкости. Емкости по 2,7 куба. Сейчас меряем температуру. Наша задача выяснить, насколько отличается у нас температура в емкостях от температуры воды. На данный момент температуру воды в реке замерили у нас 7 градусов, в емкостях 10. Сейчас будем проливать, выравнивать температуру воды, чтобы хотя бы у нас 2 градуса перепад был, чтобы минимальный шок для рыбы был. Вот у нас садки. В данный момент у нас производится выгрузка нашего ремонтного маточного стада стерляди. Вот вы видите, на берегу стоит живорыбная машина. Рыбу уже пролили, то есть акклиматизировали, так скажем. Вот она обретает новое место. Наши самочки стерляди. На речке температура 6 градусов, в емкостях 10. В Астрахани, где мы ее забирали, было 12. То есть пока рыба в пути была, вода в емкостях, в термоемкостях остыла на 2 градуса. Сейчас мы установили насос, снизили температуру до 7 градусов в емкостях. Незначительный, то есть перепад у нее там 1-2 градуса получается. Мы ее таскаем, скидываем в новый дом. Продолжение следует...